Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами бургеры. Это видео специально по заказу моего брата. Он обожает бургеры. Особенно такие сочные, вкусные, мягкие. Прям обалдеть! Какая прелесть! Давайте не будем томить и приступим. У нас здесь картошка фри. Здесь у нас капустка консервированная. И два бургера. Настолько сочные. Я уже один раз у них заказывала и мне очень понравилось. И в тот раз мне очень не понравилась шаурма, которую они мне прислали. И я ей сейчас позвонила и сказала. Я сказала, что мне не нужно возвращать деньги. Просто шаурма, так вам на заметку, не очень. То есть тесто очень жесткое. Лаваш жесткий. И не особо вкусно. И вот в этот раз, я не знаю, как они меня запомнили, но это было очень приятно. Они мне в подарок отправили такую колу и другую шаурму. Было очень приятно. Доставляют быстро. Вкусно. В общем, сплошные плюсы. Передаю огромный привет своему брату, Сарханчик. Смотри, твой заказ. Сегодня в Ютубе наткнулась на видео о том, что украли кулинарный канал с миллионом подписчиков. Просто взломали. Представляете? Это ужас. И прям страшно становится. Если взломали канал Миллионик, то меня и подавно могут взломать, поэтому немножко страшно, если честно, по этому поводу. Кто не в курсе, например, вы знаете логин и пароль от канала. Например, как это вы узнали? Вы все равно не можете зайти. В Ютубе есть такая штука. Двухэтапная аутфеленизация. Даже если вы знаете логин и пароль, вы не можете зайти. Например, когда я купила новый телефон, я ввела свой логин и пароль, и я не смогла зайти в свой Ютуб. Я должна была доказать, что это я. Там четыре этапа. То есть, просто так взломать блогера очень трудно. То есть, это не просто взломать пароль от Инстаграма. Там четыре этапа защиты. Если ты хочешь зайти через неизвестное устройство, например, да, у подруги решила загрузить видео, тебе самому просто приходится эти четыре этапа проходить. Просто потому, что такие правила. Как работают мошенники? Они отправляют тебе мейл, где говорят, например, мы хотим купить у вас рекламу. Ты, естественно, веришь. Они говорят, например, это антивирус для компьютера. Сначала вам нужно установить его и посмотреть, как он работает. Если вы останетесь довольны, вы можете посоветовать своим зрителям. Но чтобы проверить антивирус, ты сначала должна его установить на компьютер. Правильно? Ты устанавливаешь. А потом считывается вся информация, все, что у тебя есть на компьютере. И люди просто тебя обзламывают. То есть получается, что они заходят на твой компьютер через эту программу хакерскую. И оттуда уже меняют устройства, в которых можно зайти. там в настройках эти четыре этапа просто проходят и все. Поэтому может меня тоже смотрят блогеры. Мой вам совет. Мейлы по рекламе не нужно переходить ни по каким ссылкам. Пусть конкретно напишут, что за программа. Один раз мне тоже предложили что-то такое. Я не помню, что за программа была. Они мне дали ссылку, по которой я могу скачать. Я сказала, что я хочу скачать с App Store. А не по вашей ссылке. И тут они говорят. Пока что на App Store у нас нет приложения. Через пару дней будет. Вы должны скачать именно по нашей ссылке. Я ничего не стала. Не скачивать, ничего. Они взламывают и ведут трассляции биткоина. За последнее время уже я три блогера знаю, которых взломали. Кому-то все-таки удается вернуть свой канал, а кому-то и нет. создают новые и с нуля прям начинают. Поэтому тут тоже надо думать головой и лазить в Ютубе, смотреть новости, у кого что происходит, кто на чем делает ошибки. Потому что хочешь, не хочешь, это твои коллеги. И сегодня это произошло с кулинарным каналом и Леоником, а завтра, не дай бог, это может произойти и со мной, и с кем угодно. слава богу, у нас техподдержка Ютуба, то есть если у тебя большая аудитория, они вообще очень хорошо тебе помогают во всех твоих проблемах, связанных с Ютубом. есть такой момент, ты можешь спрашивать у них что-то, заходя в свою системку в Ютубе, а что делать, если тебя взломали, откуда стапочку у них спрашивать, откуда мейл писать-то. поэтому как-то вот так вот. Я, если честно, сделаю все этапы защиты просто. И все не так просто. Я уже мейлы стараюсь не читать. Кому надо, кто по рекламе пишите на мой инстаграм на пиар аккаунт. Я уже побаиваюсь, честно. Так что как-то так. Вкуснотища. Просто вкуснотища. ой, 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 какой соус. Это вроде соевый соус. Какой сочная. Одной такой булочкой можно наесться просто. Настолько вкусно. У меня здесь еще была шаурма. Но ее я оставила, потому что, во-первых, это будет многовато для меня. Во-вторых, если я буду кушать еще шаурму, видео получится очень длинным. Вчера не удержалась, заказала себе два аромата от Фаберлик. Ну, не могу. Хочется еще. Иногда я начинаю себя оправдывать и говорить я столько работаю, я могу себе позволить. Я самодостаточная девушка. Почему нет? Еще вчера узнала о том, что умер отец Хабиба Нурмагомедова. Многие, кто пишут, что типа коронавируса нету, все это фигня. Как вы видите, когда случается горе, случается и у богатых, и у знаменитых, у всех. Очень жаль, реально. Зашла к нему на страницу. Ни одной истории, ни одной надписи. Ничего. человек переживает это все в себе. Не дай бог никому. как бы пережить эти сложные времена, чтобы это все закончилось. капустка очень вкусная. Я извиняюсь, рекламная пауза, бабушка зашла. Вообще, эта комната, это бабушки. поэтому она иногда заходит что-то забрать в тот момент, когда я снимаю. А вообще, у меня бабушка такой человек, она лишний раз не побеспокоит. У нее есть телефон, такой слайдер. и она всегда ждет звонка от папы, от своих сыновей. всегда, когда телефон начинает звонить. Она так радуется. У моего парня у бабушки такой крутой телефон, и он еще такой продвинутый. И она еще такая продвинутая. берегите бабушек, дедушек, пока они живы. Можно сказать, первые четыре года своей жизни я прожила с бабушкой. Даже не четыре, больше. Когда я пошла в первый класс, вот тогда я переехала к маме с папой. А до этого я думала, что моя мама это бабушка. родители переехали в Россию, а я жила с бабушкой в деревне здесь, в Азербайджане. И получается, что меня уже нужно было отдавать в школу. Мама приняла решение, что она хочет, чтобы я была рядом с ней. я поехала к маме с папой в Россию. Впервые не знала ни слова по-русски. я помню на автовокзале мама увидела меня и так обняла и начала плакать. И я не понимала, кто эта женщина, почему она меня обнимает и почему плачет. Убила на альбом. Убила в Азербайджане. Убила на сайте. И я думаю, Счастливая. Я иду на эрбой. Убил Value и программинатогенства. Убила в Азербайджане. Счастливая. Убили. 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 обычно стараюсь козированные напитки не пить не только для мукбанка вообще не пить мне парень прям как как мама моя не пей это вредно как будто его дочь вот реально у меня такое ощущение закажи натуральный напиток какой-то выжатый сок но мы все равно в тихаря тут как нахерачимся колой бургер и макдональдс не знаю я не могу без этого спасибо что досмотрели до конца моему брательнику привет специально для тебя сеструха старалась бургеры все дела всем пока